Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как развивается судебный процесс над левым активистом Каракашевым, почему суд продлил ему арест, что рассказывает основной свидетель по делу и продолжается ли давление на остальных левых активистов в Крыму. Крым в центре внимания. Каракашев уже считает обвинения ложными и сфабрикованными. И вот 25 сентября Евпатрийский горсуд Крыма продлил арест до 24 октября. С нами на связи адвокат Евгения Каракашева Алексей Ладин. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Как вы считаете, с чем связано продление ареста на 24 дня? Необычный срок для таких вот обвинений. Значит, следователь ходатайствовал управление ареста на месяц, то есть стандартно на 30 дней. Однако в своем постановлении, в своем ходатайстве, он не указал, какие конкретно следственные действия необходимо провести. Он указал в качестве основания необходимо ознакомить, завершить расследование уголовного дела, ознакомить с материалами и провести еще ряд следственных и процессуальных действий, которых, возможно, вводить необходимость. На прямой вопрос суда, какие именно следственные действия необходимо провести, было негнятно пояснено. Возможно, допросы свидетелей, сколько свидетелей, каких свидетелей, следователь пояснить не смог. И в связи с этим судья сократил срок стражи до 24 дней. Как вы считаете, почему следователь не смог объяснить, какие следственные действия нужно выполнить? Это о чем может свидетельствовать, на ваш взгляд? В настоящий момент у защиты есть информация, что следователь активно обзванивает людей, которые были френдами социальных детей в контакте с Евгением Каракашевым. То есть он пытается установить и допросить тех людей, которые подтвердили, возможно, причастность Евгения Каракашева к кримируным преступлениям. То, что Евгений Каракашев на самом деле такой, знаете, я бы сказал, в кавычках демон, якобы террорист, который распространяет вот такую криминальную негативную информацию в социальной сети. Продление ареста снова объяснялись тем, что Каракашев может якобы скрыться с территории Крыма и России? При этом у него паспорта нет, да, ни украинского, никакого из паспортов нет. Там ситуация такая, то есть основания для продления, опять же, были спонтартные. Следователь полагает, что Каракашев может беспрепятственно скрыться с территории Крыма, так как он является гражданином Российской Федерации, и у него имеется, гражданином Украины, и у него имеется паспорт гражданина Украины. Это при том, что паспорт гражданина Украины следствием при обыске был изъят и впоследствии возвращен родителям Каракашева за ненадобностью. Ну, то есть, фактически, следствие само создает ситуацию для того, чтобы рассказывать о том, что Каракашев может скрыться. То есть паспорт изъяли, вернули, а теперь говорят, что он может скрыться, поскольку паспорт на руках. Да, совершенно верно. Вы говорили, что в материалах дела по продлению ареста обнаружили свидетельство главного, простите за тавтологию, свидетеля по делу Сергея Васильченко. Вот чем именно он свидетельствует? Какие показания он дает? На чем основывается? Значит, ну, показания главного свидетеля, они уже известны нам давно. Этот человек говорит о том, что Евгений Каракашев перекинул ему некое сакраментальное видео криминального характера с требованием распространить по социальной сети, для того, чтобы оно было доступно для всех. Но хочу сказать, что вот этот главный свидетель, его зовут Сергей Васильченко, в ноябре 2016 года сам правоохранительными органами привлекался к административной ответственности. Он был административно арестован, опасался преследования в рамках уголовного дела, после чего написал заявление в прокуратуру и распространил видео в интернете, которое, в принципе, сейчас доступно и лежит на многих ресурсах. А о том, что он опасается, что его привлекут к уголовной ответственности по 282 статье. Ну, то есть за экстремизм. После чего некоторое время он пропал из поля зрения, а потом появился в качестве главного свидетеля объединения, который уже не опасался привлечения к уголовной ответственности и дает те показания, которые необходимы правоохранительным органам. То есть на него было дело открыто по той же статье? На него не было открыто дело. На него... Он был привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. И с его же собственных слов, в отношении него была угроза привлечения к уголовной ответственности. Ну, в защите есть все основания полагать, что он договорился, пошел на сделку с правоохранительными органами. То есть сейчас он уголовной ответственности, видимо, не опасается, но зато является таким, я бы так, хорошим, в кавычках, свидетелем для объединения. Как сейчас Евгений Каракашев себя чувствует? Каково его психологическое состояние на последнем заседании? Ну, психологическое состояние, я бы сказал, как в тюрьме. Я бы просил всех неравнодушных людей поддержать Евгения, в том числе и письмами, потому что это очень важно в условиях изоляции почувствовать поддержку общества. Куда нужно писать? Следственный СКУ УСИН России по Республике Крым, сезон номер один, на имя Евгения Каракашева. То есть все данные, адрес можно найти в интернете. Вы сказали, что некие проблемы у него были? Да, у него не были, у него есть некоторые проблемы со здоровьем. Была операция, ну, в 18 лет у него была операция по усечению связок. В настоящее время, на плече, в настоящее время он испытывает сильные боли в плече. Плечо, могу сказать, что прямо визуально деформировано. Когда его вызывали врачи, ну, то есть по его заявлению, фельдшер, либо какой-то еще медицинский работник сказал, что ничем помочь не может, пейте витаминки. В настоящий момент мы, я и он написали заявление на вызов специалиста. Надеюсь, что все-таки в ближайшее время его осмотрит специалист-равматолог и начнет определенное лечение. Удается ли передать медикаменты? Медикаменты? В настоящий момент мы даже не знаем, какие медикаменты нужны, потому что необходимо поставить диагноз и назначить лечение. Потому что не он, ну, то есть я не врач, я не знаю. Медикаменты передаются таким образом, если в медицинскую карточку вписаны те лекарства, которые необходимы, только после этого родственники могут сделать медицинскую передачу. Ну, вот сейчас мы решаем эту проблему. Спасибо большое. Напомню, что адвокат Евгения Каракашева, Алексей Ладин, был на связи с нашей студией. Напомню, говорим сегодня о продлении ареста левому активисту Евгению Каракашеву до 24 октября. И вот мы узнали подробности судебного процесса над активистом. А с нами на связи севастопольский активист Игорь Понюта, у которого также, как мы говорили, проходили обыски в марте. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Были ли активны правоохранители после первого обыска? Допрашивают ли вас сейчас? Нет, в настоящий момент, так сказать, более-менее спокойная жизнь. Но, возможно, сыграло роль то, что я достаточно активно в первые дни действовал, написал ряд жалоб, в частности, Верховный суд Крыма, Республики Крым, написал жалобу руководителям следственного органа по Ленинскому району в Севастополе о том, как проводился обыск. Ну и написал жалобу в Крымский Верховный суд о том, что само основание для обыска было противозаконно, так как нарушалась, с моей точки зрения, 182-я статья Уголовного кодекса. В частности, абсолютно неясно было, какие конкретно основания данные, достаточные для производства обыска, были приняты властями, потому что неясно было, как Каракашев на меня может повлиять, Яна Каракашева, какие вещи могут представлять интерес для дела, потому что у меня изъято было сотни буквально предметов, черновики курсовиков, паспорт украинский, вывески статьи конца 90-х годов, совершенно непонятно, для чего это все было нужно сделано. Поэтому я написал ряд жалоб, жалобы не дали никакого эффекта, суд Республики Крым отклонил подачи жалоб, сославшись на неправильно оформленные жалобы, потом потерю времени, а, так сказать, полиция просто проигнорировалась. Вещи вам вернули? Вещи вернули, но если по закону они должны быть возвращены теми же, кто их изъял, то мне пришлось, мне и моим товарищам, я напоминаю, что обыски были не только у меня, всего у пятерых человек, нам пришлось ездить туда, в Евпаторию, Севастополь, а это достаточно затратное все. Так что все вернули, но моральные, материальные ущербы, встряска были очень существенные. Но никакого процессуального статуса ни у вас, ни у остальных активистов не было? То есть вы не проходите ни свидетелем по делу? Видимо, мы будем проходить по свидетелями, наверное, по линии защиты или по линии обвинения. Видимо, это произойдет, потому что, когда мы, во-первых, нас допрашивали, и неоднократно, вот в первые эти дни, пока же идет стадия следствия такова, что в нас не нуждаются. Вы общаетесь, да, с Алексеем Шостаковичем, Иваном Марковым? Безусловно, с Шостаковичем трудно, потому что он после этого... Его жестче всего допрашивали, и применялись, в общем-то, действия, которые можно квалифицировать как пытки, и он выехал, выехал в Европу. Нам приходится общаться, но гораздо реже по интернету. А с остальными, теми, кто пострадал от обысков, конечно, мы общаемся. Но если вы можете об этом говорить, вы не планируете выезжать с территории полуострова и остаетесь... Я считаю, что нет необходимости бежать или уезжать. Надо пытаться искать справедливости, защищать и Каракашево, и нашу честь здесь, находясь на территории Крыма. Я бы хотел, чтобы вот подчеркнуть, что очень важно именно международный резонанс. Все-таки, как бы нам плохо не было, а Евгению Каракашеву гораздо хуже. И вот важен международный резонанс всех правозащитных организаций. Важно подчеркнуть, что объектами преследований в Крыму являются именно левые активисты. Почему? С чем это связано? Потому что СМИ подает и широко рекламирует преследования, которые имеются действительно здесь по отношению к либералам или националистам, которые делают акцент на формальной государственной принадлежности Крыма. Для нас же, для левых, для коммунистов, для интернационалистов и анархистов важно, какими экономическими и политическими правами обладают трудящиеся на данной территории. И есть ли у нас, у трудящихся, реальная возможность бороться за отстаивание своих прав. И вот именно за это, за это пятеро человек пострадали. То есть за инакомыслия. Не просто за инакомыслия, а именно за пропаганду левых взглядов, левых идей, которые абсолютно законны. У нас нет никаких ограничений в смысле пропаганды марксистских, анархистских идей. Но тем не менее, когда это вызывает раздражение власти, к нам применяются очень жесткие меры. Именно как к левым активистам. Вы думаете, что будут еще обыски, подобные акции по отношению к левым активистам на территорию полуострова? Либо это была вот такая условно-разовая акция устрашения? Я думаю, что вообще изначально, изначально, вот так, акция по отношению к нам была вызвана тремя причинами. Во-первых, то, что мы были знакомы с Евгением и нас надо было прессовать как потенциальных участников процесса. Естественно, мы бы его защищали. Второе, это то, что мы очень активно выступали с критикой существующего экономического, политического режима в России, а вот в период выборов это было особенно недопустимо с точки зрения власти. Ну и третье, то, что когда у нас изъяли громадное количество материалов, просто, так сказать, органы пополнили данные о нас, за наш счет же, да. То есть это была комплексная мера. Разумеется, никто всерьез с, как мне кажется, потому что я тоже беседовал со следователем, никто всерьез не считает, что мы являемся экстремистами или пособниками экстремистов. Просто это было такое давление, чтобы показать нам наше место. Да. Спасибо вам большое. Севастопольский активист Игорь Понюта был на связи с нашей студией, говорим мы, напомню, сегодня о продлении ареста левому активисту Евгению Каракашеву. До 24 октября ему продлили арест, обвиняет его в экстремизме. До эфира мы связались с крымским активистом-историком Максимом Асачуком, который знаком как раз и с Евгением Каракашевым, с Алексеем Шостаковичем, с другими активистами. И вот у Максима Асачука мы спросили, как левое анархическое движение в Крыму развивалось до аннексии. До оккупации Крыма на полуострове несколько лет существовало довольно сильное условно-левое движение, которое имело разные субъекты в своем составе. От студенческих профсоюзов до анархических организаций. И, в общем-то, все эти люди в таких городах, как Севастополь, Семперополь, Ялта и Евпатория, они были знакомы между собой. Часто участвовали в совместных экологических компаниях, правозащитных мероприятиях и так далее. Мы активно занимались отстаиванием студенческих прав, борьбой с разного рода коммерческими инициативами, например, с помощью которых бизнес ограничивал доступ людей к пляжам. Экологические компании, в частности, одна из довольно громких историй была связана с тем, что еще правительство Ануковыча пыталось договариваться с китайскими партнерами о строительстве порта в Евпатории, порта и терминала, который должен был угробить вообще экологию Западного Крыма. И вот мы активно тогда включились в компанию противодействия этому. Кроме того, это очень часто поддержка рабочего движения, профсоюзных демонстраций в таком ключе. Нас, конечно, пытались давить. И, в частности, один из наиболее успешных проектов этого всего движения был профсоюз студенческой действия, который в 2012-2013 годах активно действовал в Таврическом университете. Мы, в частности, добились отмены незаконного постановления Кабмина Азарова о платных услугах. Это был наибольший успех наш. Ну, ректор Багров в ТНУ, ныне уже покойный, вызывал на ковер и пытался давить. Некоторые из коллаборационистов в узовской среде, в частности, такой Тимохин, проектор был в ТНУ, они пытались как-то неформально воздействовать. Но, конечно, в условиях украинской политической культуры каких-то репрессий, обысков вообще сложно было даже помыслить. После аннексии все это довольно быстро закончилось, в силу того, что любая независимая гражданская культура в России не поощряется. И это движение, оно разделилось на две фракции. Одна из фракций безоговорочно оказала помощь и поддержку Майдана. В частности, это Кольщенко и я, и еще некоторые активисты. А другие, они выбрали позицию в ожидании и не стали занимать сторону в конфликте. В частности, например, Женя Каракашев, он дистанцировался вообще от общественной активности за несколько месяцев до начала революции в Киеве, если я не ошибаюсь. Он максимум принимал участие в экологических акциях, которые его интересовали. А Мишустакович на тот момент занимался городским активизмом в Севастополе и, в общем-то, тоже был вне публичной политики. Также, по мнению крымского активиста и историка Максима Садчука, дела против активистов в Крыму связаны с целенаправленной политикой по зачистке украинских, ну и позже и других активных движений. Давайте послушаем. После зачистки проукраинской части крымской общественности, которая, в общем и целом, закончилась в 2015 году, и наиболее громким актом, который было, конечно, дело Сенцова-Кольченко, российская силовая машина, она должна чем-то заниматься. Она взялась за группы активистов, которые не принимали непосредственного участия в Майдане и сопротивлении российской оккупации. То есть, как бы, это же огромный штат силовиков, милиционеров, полицейских, ФСБшников, которым нужно отрабатывать деньги, которые им платят, получают новые звезды на погону и так далее. То есть, этот маховик, он был запущен в 2014 году. Я думаю, что он рано или поздно возьмется даже за пророссийских активистов, которые чем-то не устраивают додействующей власти. И, например, в случае Олега Зубкова и в случае ялтинских депутатов из КПРФ, по-моему, он показывает, что никто не застрахован, даже если у тебя была абсолютно пророссийская позиция на момент начала оккупации. Нынешний кремлевский режим, он характеризуется непосредственным давлением на любые гражданские формирования, которые не находятся в его орбите. И если мы возьмем что-нибудь из последних громких случаев, то можно вспомнить, например, дело Сети, так называемое, почти полностью сфабрикованное ФСБ. Это дело анархистов в Пензе, Санкт-Петербурге и других городах, которые якобы готовили какие-то террористические действия, а на самом деле просто занимались страйкболом и общались между собой. И вот представители ФСБ, они просто из пальца высосали эту историю. Ребят сейчас собираются сажать и к ним применяют пытки. Разные меры дисциплинарного воздействия. Также можно вспомнить из последнего дела нового ВИЧа, которое вообще было от начала до конца сфабриковано сотрудникам ФСБ, или Сантрейс, я не ошибаюсь, который непосредственно просто создал ситуацию, в которой несколько людей оказались виноватыми в том, в чем они не совершали. То есть это система, которая работает на самовоспроизводство. Если у режима не осталось врагов непосредственно, которые активно действуют на улице, если не брать движение Навального, конечно, то они просто этих врагов придумывают. И в Крыму все эти практики активно пробируются. Это был историк и крымский активист Максим Асачук, который рассказал, что, по его мнению, дела против активистов в Крыму связаны с целенаправленной политикой на территории полуострова по зачистке украинских движений. Напомню, сегодня говорим в эфире Радио Крым. Реалия о давлении на левых активистов в Крыму. А с нами на связи российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Вот мы сегодня говорили с активистами, которых допрашивали и обыскивали после Евгения Каракаши. Вот они говорят, что, скорее всего, это была такая разовая акция, и по запугиванию их не ожидают они в ближайшее время давления. Как вы считаете, так ли это действительно? Можно ли ожидать других подобных акций в Крыму? Либо вот успешно была такая вот правоохранительная операция? Ну, предсказывать действия правоохранительных органов в России – это неблагодарное занятие. По какому принципу и почему у них начинают происходить кампании по арестам или преследованиям какого-нибудь типа людей – предсказать совершенно невозможно. Они возникают более-менее спонтанно. Ну, то есть, наверное, какие-нибудь ученые, политологи, может быть, могут это предсказать. Ну, в общем, с нашей точки зрения, с активисткой или с правозащитной, или еще с какой-то, предсказать, какие будут кампании, непонятно. Сейчас действительно кажется, что это не кампания. Сейчас действительно кажется, именно в Крыму, что это не кампания, и кажется, что это были какие-то посилактические, что они так называют, методы. Насколько они были успешны, и какую цель они на самом деле с собой имели, мы не знаем. Мы, видимо, знаем, как в будущем. А вот в России непосредственно тоже были громкие задержания антифашистских группировок. Связано ли это с делами крымскими, и какой результат там? Эффектно ли они? Насколько нам известно, связи с уголовными делами в России по левым активистам, антифашистам и анархистам не очень связаны, ну или, по крайней мере, прямо никак не связаны с задержаниями ребят в Крыму. Может быть, косвенно, что на фоне этих дел в России крымские правоохранители решили присмотреться, посмотреть, как у них поживают такие же группы в Крыму. Ну, то есть вот только разве что таким косвенным образом. Прямым образом это никак, насколько нам известно, не связано. Но в России сейчас есть крупное дело, довольно известное, называется «Сеть». Ну, там арестованы анархисты и антифашисты из Петербурга, Випензы. Их, к сожалению, обвиняют в терроризме. У них, им предстоит суд. Они уже, ну, чуть меньше года находятся в СИЗО, и вот где-то к концу года начнется судебное разбирательство. И, конечно, мы все очень переживаем. И им вменяют вину свержение режима Путина? Им вменяют вину создание террористической организации с целью свержения режима, да. Вот Евгению Каракашеву поводом для его задержания были в закрытой переписке на сообщения. Вы, вот как правозащитница, советуете людям, занимающимся активизмом, тщательнее скрывать свои данные, либо вообще не писать в сетях никаких вещей, которые могут быть интерпретированы следствием, как экстремистские или террористские? Я избегаю таких советов, потому что все зависит от того, чего человек хочет, какие у него убеждения и что ему кажется важным. Если человеку кажется важным сообщать миру и обществу то, что не нравится власти, какой я имею право советовать ему этого не делать? Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, время подошло к концу. Российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова была на связи с нашей студией в эфире радио Крым Реалии. Звоните в наши эфиры, пишите, предлагайте свои темы программ, ну и заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы. Редактор субтитров А.Семкин